Безопасность бывает не только внешней, но и внутренней. В Беларуси снижается преступность и, как следствие, количество погибших. Об этом на минувшей неделе доложил президент у министра внутренних дел. Какие усилия стоят за этим важнейшим показателем работы милиции? С такого вопроса начался разговор с Игорем Шуневичем. Интервью было записано в четверг. Твердое убеждение в том, что темпы снижения и вообще снижение преступности в государстве обеспечил комплекс мер, который был принят у нас на законодательном и организационном уровне во всей правоохранительной системе нашего государства. Все это в комплексе создает вот этот эффект. Хотя подчеркиваю, что темпы снижения сегодня наименьшие за последние 5-6 лет. Это говорит о том, что мы, наверное, приблизились к реальному осязанию, к реальному положению дел в области борьбы с преступностью, с самим феноменом преступности в государстве, который характеризует реалии сегодняшние. Реалии каковы? Беларусь безопасная страна? Беларусь, ну если я буду давать какие-то оценки, наверняка это будет не совсем объективно. Я, наверное, сошлюсь все-таки на те рейтинги, которые делают независимые эксперты. И вы их знаете о том, что сегодня и Минск, как столица нашего государства, и в целом государство считается одним из самых безопасных. Это некоторыми воспринимается как данность уже сегодня. Вот смотрите, с снижением преступности исследования говорят о том, что растет все-таки, хоть вы и говорите, что это не только заслуга милиции, но рейтинг доверия милиции как раз-таки растет. Вы как-то связываете эти два показателя? Я думаю, что это где-то параллельно идущие процессы. И рейтинг милиции – это по сути рейтинг доверия власти. Мы как одна из витые власти, безусловно, это так оцениваем. Но самое главное, что нас удовлетворяет цифра совсем другого плана. Это то, что остается меньше людей, которые не доверяют полностью милиции, людей, которые являются потерпевшими по различного рода преступлениям. Это говорит о том, что сегодня у людей меньше поводов к нам обращаться. А говорит о том, что мы еще более незаметно делаем очень заметную работу. Это говорит о том, что сегодня защищенность наших граждан находится в достаточно высоком уровне. Отдельная тема для разговора – преступность на селе. Где люди зачастую, это чаще всего пенсионеры, это женщины. И защита им искать, если в городе тут все рядом, то в деревне, где ты найдешь того же милиционера. Какие взгляды, ну не в каждой деревне, какие взгляды у вас на то, как бороться с преступностью именно в сельской местности? Есть один профессиональный секрет. Он небольшой, это, наверное, все-таки секрет Палишинеля. Он очень простой. У нас нет мелочей в этой работе. Если во многих странах, где я бывал в командировках, существуют таблицы приоритетов раскрытия преступлений, условно говоря, в верхнем правом углу находится преступление высшей категории сложности или опасности – это убийство. И в нижнем левом углу находятся преступления низшей категории, по их мнению, это бытовая кража. Соответствующей остротой и быстротой реакции на эти преступления, усилиями прилагаемых к их раскрытию, то у нас таких таблиц приоритетов нет. Нам важно раскрыть каждое преступление, нам важно профилактировать каждого. Вот это единственный подход, который позволяет сегодня говорить о том, что и в сельской местности наши граждане имеют защиту в лице сотрудников органов внутренних дел, надежную. Может быть, может быть, вы правильно сказали, не в каждой деревне, и не всегда этот сотрудник присутствует, но будьте уверены в том, что по каждому вызову он туда появится. – Игорь Анатольевич, вот много видел интервью с вами в этом кабинете, и постоянно на переднем плане присутствует вот эта папка, но никогда не видел, чтобы ее открывали. А что вы там храните? Это секрет? – Да нет, это никакого секрета нет. Как правило, в этой папке лежит самый актуальный документ на сегодняшний день для работы министра. – Ну вот сегодня какой? – Сегодня здесь документ не совсем рабочий, и сегодня здесь лежит документ, это не документ даже, это поздравительная открытка накануне, мы находимся накануне большого праздника, 100-летия уголовного розыска. – 100 лет – это очень серьезная дата, и понятно, что есть большая и интересная история, особенно уголовный розыск, это такая немножко романтизированная служба. – А сегодняшний день белорусского уголовного розыска, вот чем может он гордиться? – Уголовный розыск сегодня – это костяк, это скелет всей системы правоохранительной, системы Министерства внутренних дел и целом государства. Это очень серьезная, очень большая, такая мощная служба. Я уже неоднократно говорил, они очень незаметно делают очень заметную работу. Они раскрывают преступления. Сегодня раскрываемость преступлений в стране, особенно тяжких, особо тяжких, находится на очень высоком уровне. Единицы нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений текущего периода. Да, у нас есть определенная масса нераскрытых преступлений прошлых лет, которыми мы тоже занимаемся, потому что у сыщиков за обвинение не придается ни одно преступление. И даже если оно совершено несколько десятков лет назад, им этим преступлением занимаются и пытаются раскрывать. Поэтому я спокоен за то, что сегодня в уголовном розыске очень крепкие традиции, очень крепка школа, сыска. Кадры, которые мы готовим в учебных заведениях по линии уголовного розыска, они соответствуют всем вызовам и угрозам, которые создает преступное сообщество в нашем государстве. И вообще считаю эту службу одной из самых надежных и крепких министерств внутренних дел.